так не понял я какого хрена вот сделался стоп-старт сейчас но в общем то я его не дел просто упал поток почему-то не знаю почему но на самом деле зато может быть звук появится должен появиться по идее не появится так ничего не поделаешь тогда кому-то так господин марк кнопка так секундочку что через полторы минуты у вас все на счет придется запись на две части разбить хорта ну паааааааааааа Aran date movie Well scurry Пристройка завершена. Ну все, будем надеть, что звук появится, не знаю. Потом, после стоп-старта, точно появится. Джагжи повел 1-0. Прям неожиданно Джагжи круто отыгрывает, я вам скажу. Ну и у Джагжи гораздо раньше СЦС-чика сейчас. То есть, если он Баншу с Инвизом отобьет нормально, то все будет нормально у него. Но это будет непросто сделать, на самом деле. Понял я, какого хрена. Вот, сделался стоп-старт сейчас, но, в общем-то, я его не делал. Просто упал поток почему-то, не знаю почему. Но, на самом деле, зато может быть звук появится. Должен появиться. Ну, кстати, я надеюсь, что запись сохранится, короче. Потому что, если запись не сохранится, то лучше бы без звука посмотреть было бы. Банша все-таки падает. Короче, лайф неудачно здесь Баншой ворвался. Что у нас по времени, кстати? Три часа время. Сигра наполовину я буду сейчас, так сказать, сразу проверю. Завершено. Не, вроде работает. Вроде работает, все нормально. Отлично, что вот, работает. Ну, что, неплохой такой дробчик от Жагжа, смотрите, идет. Вот, рабам 31-45, уже катастрофа для лайвы. Сегодня Жагжа разрывает, на самом деле. Прямо я смотрю. Похоже, что в этой игре ему тяжело уже проиграть будет. Хотя здесь есть 30 цеха, но рабочих у Жагжа больше, нормально. Международное время. ну что, третья перелетает у Джагжи, так же, 57-43 парабам на четверть больше просто Джагжи, это очень крутая для него ситуация у Лайва разве что 1-1 раньше, но у Джагжи сейчас доделываются здесь с Армори завтык был, а Джагжи сам собирается Армори вообще делать а Джагжи контр-завтык просто, такой джентльменский завтык от Джагжи с Армори идет ну закажи ты ему Армори, закажи ты 2-2 хрен там был ничего не заказано вообще так, пытался викингами Джагжи отбить, пытается и лайвдруп посмотрите, уже лимита больше что самое интересное у Джагжи опять какие-то сверхпоздние щиты Джагжи завтыкал с Армори в итоге по грейдам блин, отстанет опять хотя мог нагнать и даже обогнать Лайва вот, Лайв 2-2 заказал Джагжи вообще не делает грейды и газ просрал весь куда-то а, ну там танк 2 медива ну конечно зачем 2-2 делать двойной дропчик это Лайва еще летит ну на самом деле в Лотве другая совершенно игра в других частях вот кап 40 на 60 от рабочих было бы по-другому ситуация поразвивалась здесь же у нас пару дропов как бы и все и ничего тут уже не остается от преимущества Джагжи все-таки он в небольшом плюсике пока по экономике вот она сравнялась а по-боевому уже проседает и учитывая что грейды у Лайва раньше то у него все получше даже становится сейчас хотя отставание было просто гигантским плюс у Лайва инициатива сейчас на его стороне то есть он на первом прессует он разгружается всеми сейчас будет рыв к третьей базе но нужно ли вот идти через сенсор-тауэр может лучше пойти через центр так симпатчится Элайв заходит танки будут куксить кукси 2 остальные не куксить как больно они делают зато с КГ вот это кривой вырыв был от Элайва абсолютно все отдал в общем-то не то что преимущество но равную игру отдал и опять Джагжи на 30 лимитов стабильных плюс сейчас здесь дробчик прям под викингов идет Джагжи в центре Элайва разобрать пытается и разбирает его в легкую Медивак успеет уйти нет у него кончилась скорость Джагжи просто сбивает его еще и два танка подрезает 25-130 разница уже чуть ли не 40 лимитов да даже больше чем 40 уже 79-32 по боевому Джагжи все в центр стягивает разве что у Лайва 2-2 сейчас пораньше будет чем у Джагжи но у него вообще ничего нету просто у него несколько мариков все ни одного танка нету у Джагжи прирост больше уже 60 почти лимита разница сколько Лайв отдался у Джагжи 6 танков что Лайву с ними делать и АХЗ вообще думаю здесь он уже ничего не сделает 3-3 Лайв заказ но если Джагжи взад-вперед будет бегать то он тоже не продавит в итоге Джагжи делает умнее чем Лайв он не идет через сенсор Тауэр он идет через 6 часов сейчас просто заходит сиджится два танка тимпатч с Джагжи заходит вперед сзади еще танки сиджат у Клусит Лайв у его танки нет один один отступся у второй что-то нет нужно двигаться вперед в любом случае она ломается Лайв разваливается 4 танка 2 ломятся ГГ пишет понимая что не втащить Джагжи квалифицируется красавец был отец Джагжи рад за него давно не видели мы от него качественной игры какой-то он мертвый был последние пару лет если не больше даже чем пару лет ялбани дальше ТВЗ будет хорош ждем ждем ТВЗ просто только у одного сегодня шанс есть у Билу а нет у Хеза еще есть точно еще у не корейца против Мару против Мару сами знаете это так это лайфенкап там я вижу стартанул болит и ну да Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Потому что здесь нету ни стенки, ни хрена тут нету. Ну взрывайся ты, блин. Надо в барак взрываться, чтобы эта депошка погибла. Купый раз уже об этом речь была. И в центр взрываешься, то равный сплэш получает двух направ... Ой, как в ял, какой мертв... Какое мертвое исполнение прессинга, смотрите. Здесь прикольная стенка у тирана получается. И тиран на халяву просто отбивается, потому что в ял не взрывается в центр барака. Бэйлингами и депошечкой не падает это. Да, ну, предыдущие я разы говорил, все розерги пробивали. А в этот раз может получиться так, что нифига бы ял не пробьет просто. А если он не пробьет, здесь три мула, здесь один-один, и у бани все очень даже неплохо будет тогда. Соплай-блок, правда, присутствует здесь. Так, депошечки ставятся, блин. Пока они будут строиться, с анимарики никто вниз не сможет выйти, блин. Спустил бы вниз. Ну, если спустить вниз, тогда наверх было бы не зайти. Как бы получается, что лучше, да, пусть они сверху постоят. Ведь может быть больно, если бэйны сюда будут заходить. Сейчас я самому бани. Какая мертвая застройка вообще. Вот реально сейчас, я бы яла критикал, что он в депошечке не ворвался. Но бани сейчас спасло то, что у него мертвая абсолютно застройка. То есть у него, посмотрите, ему просто вот здесь вот не обойти. Вот это, это, это. И это здание, это цельная стена как бы. То есть юниты только вокруг бегать могут. Так ни в коем случае делать нельзя, но в данном случае в плюс сработало. Такое бывает тоже. Но сработало в плюс только потому, чтобы я не пробил эту депошечку нахрен. Ладно, хорошо обмусоливать этот момент. Давайте смотреть дальше. 1-1 есть. Армори не делает бани ошибку. Не может 2-2 заказать. Переводит. Так, тут на третью базу выходит мариками. Линда сбривает. Надо пробить камни и ццщик просто перелетать спокойно. Соплай блоки постоянные у бани. Он как будто после... Не поверил, что отбился от этого бэйлингбаста. И как-то странно себе идет. Я за это время просто пока соплай блоки у бани были, бани вообще рабов не строил. У него штук на 9 могло бы больше быть рабочих примерно. Я думаю, если бы у него соплай блоков не было таких жестких. Но после такой суматохи, после такого бэйлингбаста, конечно, прям идеально все сделать при этом бэйлингбасте и при получении дэмэджа от юнитов. По ней это очень тяжело. Баня вот в итоге и накосячил. Ну, опять, смотрите, 3 депухи добавляет. И опять, короче, к соплай блоку просто на 7 лимита находится. Когда 30 цельщики, когда уже столько производящих зданий, опять рядом с соплай блоком бани. И строят по одной депухе. Ну, ё-моё, ну что ты будешь делать, а? Закажи ты, блин, 2-3 больше, я не знаю, еще. Так, а, либератора контролит. Ну, ясно, бани законтролился либератором. Есть порка, его отгонит, если не будет переразложено. Ну, травы пришли. Не стал бани перераскладывать. Пару дронов сам по себе. Либератор еще, получается, забрил. Ну, это время врыв. Крип на крип идет со стороны бани. Скана нет, крип не выбивается вообще. Попытался вкуснуть бэйнов. Нет, новых бэйнов крайне сложно вкусить, особенно на крипе. Без крипа можно, но нужно кайтить, как бы. Просто через шифт, как раньше бьян прокликивал, тяжеловато. Так, плюс 2 барак. 2-2 в итоге бьян просто отставал. Отставал вообще нереально по грейдам за счет экономики, за счет того, что у него все чик-чик-чик-чик по планчику дальше идет. В общем-то, то есть закал рабочих. Лейер 1-1, как бы экономика есть. Ресурс 2-2. Этот, блин, бани завтыкал. Вообще армори сверхпоздняя 2-2. Еще позже закал, чем армори. Ну, не по готовности армори, судя по всему. И уже отстает даже по грейдам на 10 секунд. Ни катастрофы нет, конечно. Ну, учитывая упущенное преимущество, провал. Здесь минус королева, минус 2 дрона. Муталисков построил, бьян сейчас. Бани фокусит в бейлингах. Ну, 2 бейлинга можно отфокусить. Ну, такое количество уже и бьяны в старом патче. Даже бьян не стал бы фокусить. Там слишком много. Посмотрим, когда бьян какой-нибудь будет. Турик играть будем смотреть. Мы посмотрим, как он бейнов в 40 хп теперь фокусит. Лучше куры так же. Лучше-то навряд ли как можно лучше фокусить, если юнит жирнее стал. Шатает банили. Это здесь 20 лимитов. Ну, не 20, там не полные уже медиваки. Ну, короче, около 20 лимитов было отдано. На мейне инфестейшн для Ахаева. Четвертый у хат убьял. Ставит на 12 по центру. Ставит на 12 по центру. Ну, хорошо, здесь бейлингов успел бани убить. Мутку отогнал. Сколько муталисков убьял? Это шнад штука-то много уже. Сейчас в новом патче, кстати, муту чаще значительно стали использовать, на самом деле. Хотя, в принципе, ничего не изменилось в плане муталисков. Субтитры сделал DimaTorzok. Здорово, Элюх. Так, минус линга-бэйлинга. Ну что, баня очень пассивно действует, ребят. Дает Бьялу делать все, что он хочет. У Бьяла делается ультралис каверн, третий куготь пошел. Три-три даже пошли грейды. В шпиле после атаки сразу армор пошел, но шпиле один грейд спайра пока не будет. Да и не нужен, видимо, караптеры просто нужны Бьялу. Здесь дропчик будет уничтожен. Мутка вообще рядом стоит. Ну, кстати, да, у Бейном же с грейдом больше, только на скорость хп больше. Вначале там был момент, Бани без скорости принимал бой, получается. Пусть мутка по фокусе. Я еще заповедовал про то, что только с Мун есть 40 хп. Не всегда же 40 хп, да, только ка по катушке сделаешь. С ракет становится, ребята. Так, караптеры добавляются у Бьяла. Ультрал каверн готов, пока не вижу уникальных грейдов на Ульдан. Где? Вот панцирь пошел, хитиновый панцирь. Он, конечно, не плюс 4 сейчас дает, но плюс 2 не лишнее тоже. Так, что? Цеха 200 в 200, блин. Интересно сейчас, как вообще разрулится эта ситуация. Заходит Бани на 9, хочет 9 уничтожить. Бьялкс не готов. И у него проблема в чем была? У него не было саблая вообще на то, чтобы ультралов заказать, в принципе. Здесь какие-то контур-рулевые мутка идут. Так, караптеры для этого. Караптеров много, линго-бэлингов. Привет, пасхиан. Устают окно уже в стриме. Нет, конечно, я же робот. По мнению некоторых особо одаренных пользователей бутгейма, не просто робот, а еще и не есть, не должен ничего делать. То есть, должен находиться всегда в игре, короче говоря. Всегда в игре и всегда что-то говорить. И в паузе тоже, как бы. Ну, то есть, а как еще? Причем, в основном, это, ну... Те, кто, видимо, даже от блок не отключают, самое главное. Короче, ребят, вторая атака на воздух. Ну, так что. В общем-то походил Баня и развалился везде. Вот плюс меха как бы в том, что такое навряд ли произошло. Я думаю, что это 1-0 Бьял. Посмотрите, просто ходил-ходил. Баня пытался, пытался он законтролить, но все-таки крайне сложно законтролить. Когда у оппонента 3-3 ультрала и у него сильнее экономика, жесткую игру Баня упустил. Бьял подарил ему просто свой Беллингбаст. Баня все равно умудрился слиться. Думаю, возмущался, почему Зерги против Либерации стоит атаку на воздух. Резво смотрю, ты все придумал здесь, Криво. Я... Ты просто... Слоупок в квадрате. Я возмущался тогда, когда Либераторы Караптеров ушатывали в мясо. Вообще было время такое. Сейчас-то уже понятно, они по мутине ину бьют не жестко, но... Так, что за бред вообще? Все, наконец-то я в игре. Теперь уже это не так важно, но все равно Бьял делал 1-1, короче, грейды. Потому что, ну, нету такого момента, короче. Нет такого момента, что у нас Либераторы с воздухом сейчас дерутся. Хотя, очевидно, что какие бы грейды ни делай, будь там, ну, при равных грейдах 0-0, либо 3-3 в 3-3, Либераторы в массу, ну, там, штук 30 Либераторов, в мясо просто сбреют штук 30 Караптеров, там, и, ну, любой практически унит воздушный. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 100 накинул, да, я видел, что 100 накинул, я немножечко подзабыл, вот, но система решила, что раз для победы надо много, 100 идет левыми путями, спасибо, короче, всем за поддержку, добавляю, я что-то совсем подзабыл, кипиш был, ну что, риперы полетали, похарасили, что риперы сделали? 3 линга убили, да, я бы сказал, что это, мягко говоря, недостаточно, чтобы что-то здесь сделать, риперы домой возвращаются, сколько их уже, их 7 штук, сейчас будет 10, очень скоро, ну вот эти линги в тылу, вообще жесть, короче Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Провал, ребята, сейчас только что был Все хриперов погрест, то ли бит караптер со сплитом, то ли это либератор, что значит со сплитом? Можно поставить вот так либераторов, а вокруг караптеров их поставить, вот это те сплит, как бы, конечно, они-то вынесут Просто берешь караптеров, кучу оклик сюда, кучу либераторов оклик сюда, потому что если, если караптеров так сплитить, то либераторами-то надо просто назад отлетать, как бы, и кайтить и все, как бы, что караптеры будут скапливаться в кучу, они стопудово зашатают Ну что, без риперов, конечно, биться можно? Можно еще здесь? Стим тем более есть, разница по лимиту минимальная Боевой лимит больше даже у тирана в данный момент Но нужно, во-первых, закрыть стенку Во-первых, закрыть стенку Во-вторых, грамотно выйти как-то Вперед Причем выход будет без щитов, нужно щиты заказывать, как можно быстрее, бани Ну что за бред вообще? Играет три барака Делает дроп Так, здесь линги забегают Ну, подгрызнут, экономят Немножко, бьял Зато лингов надо, давай Нужно вперед идти Не, что мешает закрыть стенку и всеми уйти, я не понимаю Нахрен отставлять здесь столько много мариков Щиты не заказывать, здесь надо добивать Стараться Так, пытается минкой залп на мариков Вымени сейчас бьял, или что это делалось? Минка 40 сплэшем наносит Марики без щитов, при стимпаке У них 35 хп Если бы минка стреляла в линг, который рядом с мариками был Марики бы погибли бы просто Марики без щитов Марики без щитов Так, третий сценчик здесь Смотри, в чате Срач там разгорелся Просьба проконтролить желтым Чтобы мне не отвлекаться Хорошие дропчики от бани идут Здесь бейлинг попытался отбить Нет, здесь бейлингу не просто отбить было Бани за контроль А, здесь контр-врыв Б, здесь контр-врыв, контр-дроп Бейлингов, я бы даже сказал Спорку не мешало бы здесь подрезать Минка сделал залп Много не убило Но дроп в любом случае бани на руку этот был Но Смотрите, какая катастрофа у тирана по апгрейдам Здесь 2-2 делаются, у тирана одна атака Он вообще грейды не делает Если сейчас тиран будет драться 1-0 против 2-2 А он... А, такой тайминг будет Небольшой отрезок времени Стопудово будет здесь 46 секунд Ну, хотя нет, атаки больше У нас 10 тысяч, и весь грейд Чё опять созвучка, я не понимаю Так, здесь врыв идёт Отбьяла Пока у бани более-менее нормальный лимит здесь Пытается с разных сторон разводить Загружается по разным направлениям 119 на 109 по лимиту 2-1 грейды Уже убьяла здесь одна атака Еще мариков, что бани везде отдают Что за ошибки? Хорошо еще марики не сливают сейчас Делает какой-то серьёзный выход Какой может быть серьёзный выход? 1-0 против 2-2, объясните мне Так, если либератор разложен так Чтобы было бы тяжелее подрезать бы рабочих Но Один либератор Вот если лингов ворвётся штук 20 сюда Он просто не успеет их убить Они всё перегрызут Другой поддержал ваш канал На сумму 319 рублей И сообщает Теперь общая сумма 14444 рублей Для красивого общего счёта Не хватает ещё 300 косарей равно Спасибо другой Ну Ждём 300 косарей Короче Что тут говорить? Пошёл замес 1-1 против 2-2 Тиран подрался против Бьяла Сейчас банит Ну и Бьял его разбирает По боевому лимиту пока ещё более-менее Конкуренция есть здесь В течение конкуренции А паритет я бы сказал По грейдам тоже 2-1 Но Вот надо было сейчас на 2-1 И пытаться драться Стационарной обороны нет По экономике печаль 74-47 Парабам Мариков здесь шатает Бьял ли Это сейчас всех убьёт просто Продолжение следует... Продолжение следует... Так Минус Муталис здесь был Написал Блаю Что он обещал писать не транслитом И действительно Блаю обещал стараться писать не транслитом Продолжение следует... М inanственно ГГ пишет, маня, ребят, ну тут долгая и мучительная смерть тирана была, он отставал по всем параметрам, на самом деле, и очевидно, что это проигрыш был. Следующая пара, сейчас посмотрим, какая я подзабыл уже. Бьял проходит, молодец, бьял давно, я не видел его. Писали где-то. Так, Билови против Су, сейчас ПВЗ будет и потом Хезмару, в конце. Билови Су, ждем, ждем мы короче врыва. Так, у вас Холивор, эмоции банятся. Ну, я видел, почему как бы на самом деле Хасхиам, вот, скажу одно, предупреждение его носить здесь не за что, но критика, ты дерьмовый, играл на последних двух турнирах, это не критика, это какой-то понос просто, если честно. Твой любимый хэппи, вот, вот, тебя бы выпилил бы просто сразу бы, как бы, и все. Ищать их за такую критику, как бы. Критикуешь, предлагай, где плохо, что, какие моменты плохо, может трениться лучше, надо больше, может, какие-то билды там еще что-то, что это за критика-то такая. Вот. Так, можно всех критиковать тоже, я думаю. СНГ все, в принципе, есть за что, ну, как бы, есть, очевидно, как бы, моменты объективные, такие, как отсутствие поддержки практически Старкрафта сейчас в СНГ, да? Ну, вот. Короче, забейте, не, это бессмысленно, абсолютно. Ждем следующей игры. А то я тоже сейчас уже разогнал речь такую, что тут, что у кого-нибудь бомбануло бы просто. Я прекращу на этом просто. Ну, что, ждем СУ Билови. Посмотрим, насколько СУ Билови может СУ противостать, конечно, СУ фаворит. Сейчас уже разогнал речь. Так, захожу в игру. Так, забыл я другого добавить. 419, во-первых, здесь. Так, что там у нас? Ты забыл, что соточку еще запилил сюда, ну ладно, раз ты забыл, то я сделаю так, что просто циферку подгоню, а сотку удалю, и на нолик поставлю просто. Вот так вот, чтобы потом со счетом не ошибиться. Так. 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 Так, ну тут непонятно, кто я избил, но я оставлю, может, по иероглифам кто поймет. Разумишка, вынужден сказать, что больше не будешь болеть за меня на турнирах. Извини. Блин, я только собирался Близкон тащить с завтрашнего дня начать и лишился такого верного поддерживателя, фаната. Доброго друга в чатике, короче. Все, не буду ничего тащить. Пошли все в жопу. Ха-ха-ха. Давайте игру смотреть, короче. Не эксус первый здесь. А, нет, погодите. Да, не эксус первый, все правильно. Короче, удачи Блая, удачи всем пацанам, которые бьются в Старкрафт и не сдаются, потому что это самая киберспортивная, из киберспортивных дисциплин по труду. Вот. Не по финансам, не по поддержке в СНГ, тем более, конечно, сейчас, но самое сложное и не сдаваться здесь тяжелее всего, конечно. Ну, а мы будем стараться болеть, поддерживать всячески, как бы делать я со своей стороны и с пацанами с Гудгейма, как бы и не только с Гудгейма турниры. Вот такие вот дела, ребят. Ну и всем спасибо, кто поддерживает всех игроков, меня, наши турниры и т.д. Футболистов, 95 из них перебивается крохлыми о нас? Да что ты говоришь, сейчас во второй лиге футболисты получают больше, чем обычные люди, там в десятки раз просто. В десятки крохлыми они перебиваются, знаток прямо. Конечно, там постоянно все падает, там спонсоры пропадают и т.д. как бы, но если там где-то есть стабильность, то там именно так. Тем более от этого уже давно у многих бомбить, что денег миллионы, просто толку нету. И во дворах коты насрали, ё-моё. Ни стадиона, ни турника, нигде. Усманов выделил 100 миллионов, мы сделали, делили на Virtus.pro, но он не Virtus.pro выделил, сказал, на тебе бабки тратите как хотите, тащите. Во-первых, там арена в Москве строится, как бы построилась уже вроде кибер-арена, где турниры будут. Во-вторых, как бы это на ZP составом, комментатором и т.д. То есть это на production, на всё, на всё, на всё. Это гигантская сумма на самом деле, как бы её надо с умом вложить. То есть нужно развить инфраструктуру, чтобы она существовала просто, в принципе, как бы. Но, к сожалению, StarCraft эти пока 100 не касаются вообще никаким боком. Короче, если я буду отвлекаться, короче, сейчас от комментирования на всякие футболы, на всякую парашу, короче. И буду видеть какую-нибудь шляпу просто в чатике, то я буду злой. Предупреждаю сразу, короче говоря. Ребят, четыре дарка летит вперёд. Ребят, четыре дарка летит вперёд. Ну что же, белую делают очень, очень, я бы сказал, сверхпопулярный в последнее время билд. Это Blink, Stalker, Push плюс Архончики против Су. Но Су, кажется, готов к этому, к всему. Так, идут FireBull. А все же успел Биллой отвезти. Архоном я бы лучше тоже слишком много полей бы не отдавал здесь, потому что они ключевой юнит для танковки в этом прессинге будут. Заметил там Stalker, я не понял, если честно, или нет Су. Пошёл очередной Довар. Ченджинг идёт вперёд. Мало, мало боевого лимита у Биллови. Маловато будет. Маловато будет, как говорится. Мультфильм какой-то был. Надо сваливать Биллови, надо съезжать с этого пуша. А куда здесь съедешь? Здесь только с хаты тебя сейчас Су выселит просто. Съедешь с Вервинда с картой Вихрь просто. Выкинет сюда бичевать, короче, на горы на эти. Всё, хаты нет больше, говорит Су. Роуч пришли. Миграция, ё-моё, всё. Выселение, короче. Вちゃ, а что? Ша? Ну, и я ghost. Ты такой, что? Вселенная, еще нет. Ура. Влажа, буши. Су. Су, ты так и собираешься. На это. Ура. Ура. Третьим везённые Украины по футболу. Не, ну я знаю, у нас в Тускове второго дивизиона Тима есть, как бы, ну и там все тоже, как бы, квартиры, машины, и там, знаете ли, но у меня, правда, кореша моего, кореш, как бы, ну я знаю его не сильно хорошо лично, но я знаю, что он ставки по миллиону, по полтора просто пилит, как бы, и... Знаю, например, что во втором дивизионе поехала команда, как бы, третьим составом куда-нибудь там, во втором там, или во втором, втором или там третьим еще составом куда-нибудь играть, хотя она поварить там с кафиком, как бы, ну, на оппонентом жестким. Ну и как бы просто берешь, пилишь туда, ну, короче, вы поняли, да? То есть и... Не все, конечно, так делают, но я так полагаю, в плане дохода за пенчик тоже там есть. Так, пошел замес на центре, дестабилизатор стрельнул, дестабилизатор стрельнул в углоко, хотя он ключ... Кстати, отбил ее жесткий, я говорю, базовый пуш на нулях, грейдах сейчас идет, но пару быстрых дестабилизаторов может лишить. Просто 13 лет доходит до второй лиги. Яхз, кто там доходит, ну, ты, ну, немножко с хоккеем путаешь ситуацию. То есть в хоккее, да, вот у нас построили ледовый дворец, как бы, вот, типа, сковер там какой-то с... Говорят... Говорят, выделили два миллиарда, на него ушло один, где еще один непонятно, но это вот про эту историю, как бы, умалчивает, да, об этом мы и не будем говорить. Ребят, здесь замес идет, я заткнуть пока про всякую шляпу. Биллу и не может продавить. И он слил вообще стэк ключевой там армии своей. Давайте по паэрболам походим сталкерами на ум не очень. Вот. Вот там, да, на экипировку просто, ну, то есть, есть дворец. Это только, ну, там ребенок, если ребенок же постоянно растет, размеры разные, а там форма там 23 тысяч минимум стоит, как бы. То есть там, да, вообще, вообще печаль, как бы. В футболе ты что, как бы, пошел выкатаешь там, что там, форма бутса, футболка. Ну, тут уж хоть что-то можно, как бы. Г-г, биллу, ребятки. Мы станем новой Кореей для варика. Ну, хз, главное, нужно, чтобы он был игрой успешной, как бы, да, и хз. Да не, на самом деле, в киберспорт самое главное, что он развивается, как бы, и это факт, и это факт. Ну, не самые напряженные и крутые дисциплины, в чем проблема, конечно, тоже, видишь. Такие, как StarCraft. Ну, тут и Blizzard много косяков, я считаю, тоже. У ЗНГ бы лучше все развивалось, хотя бы, фри-то-плеем, естественно, было все это дело давно, об этом говорилось. Но тут уж, как бы, ничего не получится. Так. Ну, все, вроде все здесь, отлично. Так. 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 старкрафтер нужен в россии ну знаете судя по тому что в конкурсе короче я пока что топ-3 не вхожу стримеров походу ну еще рано в президенты выдвигаться может ревчика выдвинем там я не знаю главное чтоб сильно не бомбила а то как бы на старкрафт забьет красную кнопку нажмет в жальник и все весь мир в труху хотя там и красный флот не надо походу митя медведев а чудо медведев зон за дима iphone мост его ну стариком это внушить блин у нас тарики вещь улицу не сделают дима последнее время шапочку эту еврейскую отдел поехал там бак сразу улицу в палестине кому бахнули мы такого предложить пока не можем и и Ну да, дракончик, ты, смотрю, имбу какую-то придумал. Может, всем тоже рекомендовать хоккеистам быть толстыми и форму носить, как бы, больших размеров просто. Сразу же. Так, адепт у Билови. Адепт и Нексус. А, Нексус первый причем у него был. В предыдущей игре тоже Нексус первый был на вихре. Билови-то понимает, что Су без халявы тяжело. Ему будет, судя по всему, биться. Брабам уже ровень. Нужно, чтобы адепты хоть что-нибудь подрезали по ходу дела. Летят вперед, Су видит прекрасная иллюзия. Уходит. Адепты зашли на ХГ. Нужно посылать иллюзии вперед. Ссылай, что ты. Еще раз. Ну, нам они посылают крип. Иллюзии поздно обшел. Зашел мертво вообще, мертво. Просто зашел. Здесь иллюзии недоконтролил. В королеву ворвался. Ну, я не знаю, блин, что за корейец-то такой. Не корейский, блин. Где четкость контроля? Где понимание ситуации? Ну, трех пару дронов сбрил, кстати говоря. Три дрона, два линго. Ну, можно было здесь адептами как? Сюда подошел к краю кабилы. Что нужно было делать? Что четкий контроль, значит, вот такой вот в этой ситуации адептам? Сюда подошел иллюзии сразу на мейн пускаешь. И заходишь сюда как бы. То есть у тебя есть возможность стыканул их поближе. И сразу начинаешь линго. Раз линго, два линго, то есть минимум. А потом сюда иллюзии еще нужно послать к минеральной линии. Или за как бы. Но ни в коем случае не вот сюда. Телепортируешь и начинаешь выпиливать дронов как бы. Если видишь, что здесь лингов мало, у тебя тогда выбор будет Escape нажать здесь, остаться как бы. Такие вот дела. Хитрые биллы. Посмотрите, где DarkShine стоит. Неужели на своей половине не впилили? Все, отменяй. Отменяй, DarkShine. Ему сейчас грызут. Неужели не отменят? Глефы доделываются. Гейтов три штучки здесь есть. Нечем отменить? 16 лингов заказано. 4 есть. Неужели не будет отменять даже DarkShine? Президент Ассоциации Киберспорта России вообще ничего не решает. Влияние на команды какого-нибудь Virtus.pro у него нету там на такие всякие темы. Вообще, Ассоциация в России вообще непонятна для чего. Это необходимо, как бы, и что она делает. Раньше, как бы, она мешала эту мину проводить. Было время. Беллингов Су через Ик взрывает. Смотрите, какой фейл для Су. А где дарки-то? Ё-моё, DarkShine готов. Хоть используй ты DarkShine-то этот. Все, три дарка поперло. Здесь спорки есть, как бы. Так, адепт заходит. Фокус дронов еще пошел. Эти адепты нафокусили вот в этом моменте нафокусили больше, чем вообще в предыдущих. Пять дронов минуснулось сейчас. Три дарка есть? Три дарка есть. Что они будут делать? ХЗ что-нибудь будут делать? Вперед идут. Еще один Dark Warpится. Лейер есть? Нет, пока лейера нету. Ну, куда ты бежишь? Сейчас окружат тебя. Видел же спорку прекрасно. Что творит этот Биллует? Видит Аверсира. Заходит и дает дарков. Ну, как можно не сказать сейчас, что я дом, труба, Биллую шатал вообще? Что он тормоз вообще галимый. Вот как можно здесь это не сказать вообще? То есть он адептами видел спорку, бегает рядом со споркой, видит Аверсира и заходит еще и под спорку уда. Видишь, свали ты отсюда нафиг. Он же контролил прям в том месте как бы. Все, Dark Shire минус. Не будет дарков. Варпани последних пару архонов хоть сольешь. Все, не успеет варпануть Биллую еще. А вот здесь один архон есть и один Dark. Где-то в мире один печалится. Вот он, потому что нету пары ему. Нету пары ему, чтобы превратиться в архончика там. А они есть в Роу. Не печалится он больше. И здесь, кстати, Биллую пытается третий нику занять. Здесь адептами харасс будет. А что толку-то? Надо архонами харассить адепт возвращать. Вообще странно Биллую играет. Очень странно. Три адепта на мейн врываются. Может, кстати, сейчас наварпиться было здесь адепт. Что мешает? А, ну здесь Роучи уже есть. Нет, с Роучи смысла не вижу. Это отдача сразу адептов была. Роучи я вообще не обратил внимания. В итоге что мы имеем? В итоге Биллую делает очередной выход на адептов сейчас с архончиками. Есть Сентря. Будет один Иммортал в миксе 100 пудового. Он сейчас выйдет и побежит вперед. Так, Нексус третий есть. Здесь отменяется третий Нексус. Но верчажа-то надо туда ставить. Вот в чем прикол. Три пилона, иначе погибнет. 103 с 6. Здесь Бэйн и Морфедса. Призма стоит где-то вдалеке. Пилона отдал. На фейковом Нексусе три пилона строить. Биллую, что тут говорить. Но под Гвардом врывается неплохо. Архон и Роучи вроде как деможат. В Эллинге практически деможи... Ну как не наносят? Наносят деможа, но не дико много. Еще один Гвард есть. От Фаербола уворачивается. Сталкеры разваливают Роучи. Гораздо лучше, чем адепты в данной ситуации. Фаербола, Супризму выбить просто нету физически. И так, убил ее все неплохо. Второй, да, Грейд надо когать. Отменять нахрен. Он нужен-то отменять. Что ты... Пострелял, ушел. 93.83, смотрите-ка. Билови один-один делает. Билови-то тут молодец. Еще и решающая катка у нас получается будет. Я думаю, здесь уже... Я уверен, что здесь уже не вытащить будет Зергу. Очень жесткий напряженный фуш. На грани вообще. На грани здесь от каждого игрока. Но Билови ничего умнее, как разделить армию. Сейчас не придумал на две части. Это было ошибкой, считаю я. Делить армию на две части в такой... А, он призму потерял. Вот поэтому... Кого он успел призму-то слить? В этом замесе слил призму, короче. Так, до вар в центре идет. От иммортала есть один, а адептов очень много. Ну, полиамид по боевому Билу Иксис проигрывает оппоненту ему. Сбрил сейчас овера. Собирается третий... Нет, кстати, все правильно. Здорово, Яндек. Ну, что, летит. Призму вперед. Здесь шендинг, 107, 106. Надо ставить точку. Что здесь есть? Блин, здесь роучи реведжеров порядочно. Здесь может и втащить, на самом деле. Попробовать Су. Но все-таки Билу и больше боевого. Филды должны быть хорошие против Бейнов. Филды хорошие, Бейлинги практически не прошли. Еще филды пошли. Блин, здесь адепты, понимаете, здесь именно по роучи реведжерам минимум ДПС у Билови. Вот сейчас он видит, что здесь происходит. Нужно ли врываться ему сюда? Мое мнение, не нужно. Нужно занять третий Нетсус, подстроить немножечко имморталов, потерпеть немножечко и попытаться ворваться. Здорово, Саммерит. Я не знаю, ты на премиуме или где смотришь. Картинку я вернул 30 фпс как бы обратно. Картинка стала менее плавной, но зато на высоком качестве она стала лучше, потому что как бы не только для премиума я все-таки стримлю. На премиуме и так она крутая была, но все же нужно как бы... Так, адепты на третий, адепты на мэни, шатание идет жестко. Опа. Руба Бэй будет эти дестабилизаторы 100%. Так, адепты будут что-нибудь харасить здесь? Два дрона захарасил, третьего еще пытался Билу забрать, не забрал. Дестабилизатор номер 1 заказан, 7 сталкеров, блинк есть. Блинк вот сейчас надо бы сделать, Билу было бы без блинка. Тяжкость, сталкеры здесь очень решают с блинком против такого микса зерга. Вот. И поднял битрейт до 5к, а как бы еще, просто учитывая, что битрейт стал больше, а FPS меньше, картинка вообще четкой должна стать сейчас, как бы. Ну, как только грейдану, это декабрь, не декабрь, я думаю, это начало нового года. Посмотрим, как там по доходам будет, сколько я буду стримить. Вот. Надеюсь, на стримлю на проц, как бы, и новый грейдану, и тогда уже буду 60 FPS делать, там, качество другие. И пока с этим процом, ну, никак, там, пресет мне не поставить более медленный, лагает, как бы, стрим. Вот. И нет смысла ставить FPS-ов даже 45, потому что картинку мыли. А, спорку под призму закапывал, бывает. 49-140, выходит эта игра, удивительно макро, делается блинг, 51 AD, шатается, призма летает. Хитрый, хитрый суки, дает на ход фаербола, а Билови никуда идти не собирается, он просто не контролит призму. Адепт-то, наконец-то, отдал в итоге, и призму отдал. Ну, молодец, Билови, что говорить. Что контролил-то сейчас, трех адептов окруженных? Ну, Билови, ну, Билови, а? Так, газа накопилось, Архоны в миксе пригодятся, плюс один заказывает, наконец-то. Блинг, все, готов. Лезть ни в коем случае не надо Билови сейчас никуда. Обсервера нету для контроля карты, нихрена здесь нету, иллюзию вынужден запустить, даже две, да, нужно одну сюда повесить, одну сюда, чтобы знать, откуда зерк ломанется. Если он ломанется, вот он, зерк ломится, Билови видит, это прекрасно. Пошел в зал без стабилизатора, ну, еще два есть, нормально, как бы. И Архончиков сейчас три штучки прибавится. Архона микс стабилизирует очень сильно, они, как бы, стоят спереди, и они танкуют. Даже если они недолго живут, они много бейлингов на себя принимают. А если они долго живут, Архон, такой юнит, как бы, против зерга, он сверхэффективен и против Билови, то есть у него бонус по живым, а зерги все живые, у него много ХП. Ну, вообще, дэмэдж дилер, как Архон, он один из топовых юнитов тоже против зерга, укротса. Особенно не по ультралам, у тех, у кого нет сплэш, он просто разрывает лингов, там и роучи он нормально убивает, просто роучи с рейнджом, они быстро достаточно укусят, как бы, реводжеров вообще разрывает, там гидру тоже изи. Так, на центре Билови здесь пытается позицию занять. Здесь, смотрите, где Усу, добыча началась. Закатываются бейны, сталкеры их принимают хорошо. Нужно вот эту базу выносить сейчас, Билови, просто с контроля к силнагу. Заходить туда, с этого направления, потому что это направление, где зерк только с одной стороны сможет драться. Ну, может, вот это в ты успеет зайти. Но я думаю, что скорее пойдет субразмен, чем будет Лос здесь драться. Хорошо, можно жахнуть сейчас дестабилизаторами, но с точным контролем. Дестабилизаторов! Ой, бейлинги хорошо взорвались. Пилды хорошие, Архоны где-то сзади. Вот эта часть армии в тыл не успевает подойти Билови. Плюс два Билови не заказывает. Ну, Су тоже граидов не так много, только два когтя. Вот, наконец-то, врыв в тыл пошел сейчас. Пилды ставятся, Архоны их затоптали сразу же, свои же. Потому что хорошо Архон за филдами сейчас стоял. Имморталы в итоге с ровущими еруются. Вот эти Имморталы хорошо бой приняли. Плюс Архон здесь, вы видите, он стоит и дэмэдж его дает много. В итоге, так, 95-114. Хата упала. Да, у Зерга лимита чуть больше пока. Сейчас Блинксталкера все здесь законтролят, скорее всего. И это для опроцца замечательно, у которого золото добывается. Ему нужно успех сейчас развивать. И, так, хататель, пошел, что-то наглеет. Наглеет Су еще-то. Ну, Су тоже золото, между прочим. И есть дальняя. То есть Су как бы далеко еще не проиграл. 16 бэллингов делается. Два кукти, грейды имели лишние хорошие. На крипе, прото Су. Крайне опасно находиться. То есть Линге мог бы порваться. А здесь-то гулые сталкеры. Это триадет фактически. Надо сваливать. Уходит Билл, и нужен сплит сталкеров. Сплит идет. Ну, все же дэмэджа Бейна нормально здесь нанесли. И Су нормально тут дерется. Сейчас Биллу еще отдаться успеет здесь в этой игре. Потерял ключевых всех юнитов. Архонов. Архонов там и дестабилизаторов, и морталов. Сентей тоже нет. Су уже вперед лезет. Фаербулы кидают. Хоть Архонов дело, я не знаю. Здесь ковер висит. Пятую Биллу не собирается занимать. И все лезет куда-то. Лезет и лезет. Не, Биллу завис на этом улыне. Грейды хуже, все хуже. Похоже, что Су умудрился вытащить эту игру. Царь Су просто. Молодец. Все, окружен Биллу. ГГ пишем, выходим. 83-127. Как он проиграл эту игру, я вообще поражаюсь. Здесь громил просто вообще. Ну не догромил. Громил, громил, да не догромил. Архон стабилизирует. Да, дестабилизатор дестабилизирует. Но оппонента. Соответственно, красавчик Су вытащил просто такую катку. Ну что, последняя пара у нас здесь за квоту. Это Мару против Хеза. ПВТ. Продолжение следует... 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 Смотрим Где Hestos Morrow? пока ничего не создается, ну ждем, ждем, что тут говорить Has Maru либо будет напряжен, действительно, либо Maru в мясо, хотя навряд ли напряжен будет, либо Has Cheezer еще тут Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ждем, пока кого-нибудь заинвайтит, буду прыгать Потом, наверное, на лайфхенку успею Субтитры сделал DimaTorzok Так, через Magic прыгаю Все, отлично Сейчас поставлю FP На минуту отойду, вернусь, потому что нам будет быстро на лайфхенк заходить Мне нужно сейчас там быстренько перекусить будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, сейчас вернусь, ребят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рецепт готов! так все взял тарелку впало привет стрейдж немножко может я некорректно выразился я имел ввиду что Биои не делает грейдов и решил что слишком сильные у него юниты на самом деле я имел ввиду что он просто решил что убьет оппонента почему-то в лоб не делая ни атаки никаких грейдов кроме одного так то микс там у него конечно тяжелый был но он с контролем справлялся нормально более-менее то есть у него филды более неплохие но он не стрелял дестабилизаторами вообще там в какой-то момент дестабилизатор и ужасно выстрелили хорошо адепт он кстати хэс контролит да марус саргейт спалил ну здесь туретку уже на мэне есть ой этот оракул залетает не успеет он подрезать мариков и чего это было сделал непонятную сейчас хэс ксм к в соц опус ныкалась прикольно сейчас а а а а а а а а а за контролил спас оракула хэс в итоге отдал все-таки на бункере ну если б хэс не делал прокси старгейт или что-то такое был бы не хэс вот этот игрок он всегда делает чист в каждой игре мне кажется уже даже корейцы об этом должны знать на самом деле но просто хорошее тут знаете так пять юнитов рипер убил погодите а кого пять то он убил четыре прокки все погибших адепта видимо тоже этот рипер пристрелил какой то просто бык и не рипер я вам скажу хм хм добил видимо он где-то адепта рагу он видит хэс рипера надо нагнать и сжечь его наконец-таки что хэса делает в итоге так здесь адептика одного еще собрался отдать судя по всему билуи ой билуи ой билуи хэс уже давно-давно играет а я все билуи каких то адептам телепорт не отменяет короче говоря хэс теряет в таргейт чемпион сначала выбивает мару а потом в таргейт я посмотрю как ракетки эти маленькие летят вперед так ну один получается одна агрессия сменяется другой от хэса но оно и очевидно что он так начиная как он начинал и с такими успехами как у него были в итоге то есть практически отсутствие какого-то дэмэджа для терра ну как отсутствие нет отсутствие не отсутствие а то есть несколько мариков ксм убивал здесь долго цэшка не морфилась в орбиталку не добывал но короче продолжить тяжело в общем то продолжить тяжело здесь будет в макро именно хэсу у него технологий не так уж много нужно сейчас брать сталкеров так мару просканил что он видел вообще ну твайлайт он видел давно гейт он здесь видел нужно выходить сюда нужно начинать варпить то есть потом что будет нужно делать естественно нужно будет зайти ревелэйчном минку желательно выбить и как-то на мейн заходить но мару строит танков много на самом деле пошел ревелэйчен оракулы терять нельзя хотя хотя один бункер один танк можно просто до варпить сюда сталкеров зайти и просто блинкануться под этот танк убить его убить бункер он будет окружен получается сталкером его будет не вычинить и уже может быть из этого направления успеха какой-то развивать свой сталкеров 1 маловато как сталкеров еще 3 пошло 14 сейчас будет 15 так ревелэйшн будет здесь на вторую базу наверху есть ревелэйшн под танк под блинк бункер да падает как я так вот примерно хэс и мыслит как я сейчас мыслил нужно подбревать еще один танк циклона медивак фокусить что творишь то спокусил медивак нужно выходить всеми сталкерами назад сейчас и просто варпить новые и продолжать пушить теперь блинк контроль должен в лоб просто идти и все марики без стима марики без щитов из хэзмару зашатает хэзов цари запишу я тогда просто танков нет все блинк контроль идет только я сказал два сталкера сразу потерял нельзя здесь сталкеров терять там марики одни без стимпака без щитов блин 72 66 рабочих уже больше у хэза 47 33 с такого расклада можно и макро перейти а лучше сейчас ворваться на мейн просто хэзу и убить мару как мне кажется причем стим можно отменить сейчас стим можно отменить ёма адепт заходит хэз приходит заходи на мейн что стоишь то так пытался стазисную ловушку хэз установить короче стим не отменил провал контроля начинается здесь ребят ну все провал все операции то есть успешно здесь все сделал здесь провально надо было отсюда заходить пофиг на минку значит да чалик тут рядом с тарелкой есть он уже гулять хочет ну все мару отбился стимпак не отменен ничего вот логичным да завершением было бы здесь для хэза отменять стимпак пытаться но не знаю почему он не продолжил ловить здесь в лоб контроль немножечко все таки хэза подвел можно было лучше законтролить либо что нужно было делать если уж увидел что танк здесь не пытаться ничего делать стоять на лоу граунде пытаться разводить оракулы может залетать куда-то похарасить вот и пытаться хэза хэза не съезжает с блинк пуша хэза не отпускает просто хэза упорный и кстати кстати сейчас с дарками вразмен две цицехи всего даркшайн где он строится то на второй на мэне надо строить такие здания ключевые в данном случае так агрессивный блинк наверх мародер минус цеху фокуси сразу же что и делает хэз все сканов у мару будет только с одной цицехи скан щитов все еще нет дарки наварпались на мэн нужно сплетить их как можно жестче сейчас заходит хэз на хг уже мару пока не стимится сталкеров кулак тоже терять нельзя на самом деле щиты хэз так и не выбил мару делает скан это последний скан который у него есть я вам честно скажу ребята нужно дарками сейчас выпиливать быстрее спускай дарка хэз спускай дарка но мару успевает не в сусах себе пофокусить и дома продакшена много привет а керыч да сейчас скан будет еще один через 7 энергии есть дарки на мэн идут здесь туретка есть вот в чем проблема дарков много кстати у хэза сохранилось я вам скажу честно там туретка есть мару заходи ты е-мое на мэн все сталкерами заходим дарками контролем одного сюда надо послать чтобы убивать еще пытаться здесь есть либератор нити нычка есть у хэза пошел в замес где дарки в замесе здесь наконец заходят дарчи сюда режут просто в кал здесь все агрессивно надо блинкаться мародеров забирать забирает хэз одного второй живет пока дарки заходят не сливай их черт побери хэзик хоть один то пусть выживет здесь если то убить сэцеху все для хэза для хэза это победа будет сэцеху убить дарка то как мару ну хотя не еще пока не победа но как дарку к мару обнаружить будет сэцеху и туретку сразу хорош хэз все уходим на лоу граунд хэз не может я просто смотрю и поражаюсь ну не может и через шифт ровно уйти сблиньтесь ты всеми вниз здесь уходит хэз дарк где дарк то вообще пилит он да их две штуки ёмау все мару пишем гг хэз развел мару хэз развел мару просто царь вообще развел кнопка нажимателя просто ну все теперь надо туретка где-то строится по центру туреточка строится ай 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 хэз не видит этой туретки сейчас отходит назад мару стимпатчется идет вперед всеми куда ты сталкеров льешь тормоз ты развел говорю мару ничего не развел хэз в итоге туретка здесь сейчас дарк едуется мару царит все мару был мару был сейчас разведенным просто становится царем вообще короче мару в данной ситуации туретка есть все туретки этой просто нельзя отходить есть либератор короче хэз погодите он видел как здания открылись вот теперь он видит точно как здание открылись но это еще для мару тоже не победа на самом деле еще одна туретка есть две будут туретки и чё ну дарк все а нет два дарка два дарка самое главное что у мару нет сканов как бы у мару есть ксм у мару но нет ксм то есть у мару все сейчас надо хэзу идти мару идет вперед мару хочет ничью сыграть сейчас как вы видите он для этого ему нужно нексус обязательно выбить чтоб ничью сыграть это очевидный момент абсолютно почему хэзу редкий не убил я не знаю ну все ну все это ничья для короче для этих игроков судя по всему хотя хотя так летают здания здесь мару спокойно здесь есть пространство где здания тирановские могут спрятаться поэтому я думаю что погодите что есть 8 мариков либератор минка 4 мар ну теоретически мару может подкатить медиваками энергию и пытаться хэза там дропать где-то разводить убивать ему здания я думаю два дарка это много слишком либератор умудрился чудом улететь вычинивать его правда нечем все равно блин такую игру хэз отдал сейчас это жесть вообще я поспешил мару похоронить вот хэз кстати да выбил а ну он выбил погодите он выбил ццху туретку но даркон который здесь остался конечно сканов уже не было он не додумался что вот что надо сломать а вдруг у мару минеральцы остались вот это урок всем на будущее инженерка есть минерали остались а прикиньте блин дарков здесь еще был бы сделан у хэзом ох было бы царски вообще кстати блин дарков убегающего тирана нормально контрит так прилетает хэз либератор минус туретка минус все здесь дарки охраняют ну и все можно бегать армию гонять здесь так вот здесь минка одна есть не надо на минку бегать сейчас хэзу вот если мару поймает сталкеров сталкеры это тоже как и дарки ключевой юнит здесь дарки не смогут догнать бью мару сможет выбить все здания рано или поздно на самом деле так ну хэз дома остался что тут говорить сейчас ничья скоро будет ему даже особо не надо идти никуда мару мару единственное что может подкопить здесь как бы медиваками энергию вот и попытаться как-то грамотно разменить где дарк дарк на мэне где второй дарк у хэза а здесь два оба здесь идут вперед приходит мару дарки приходит здесь барак подлетает убивать барак надо все барак горит он никуда уже не денется здесь как вы понимаете подблинка от хэза забирает один медивак ну мару сейчас заберет ему сталкеров отблинкивается хэз мару стимпатчится по максимуму пытается нагнать а вот школьник на кнопке жмет хэз его развел просто как дурачка блин не хватило чуть-чуть смекалки хэзу что туретки могут запилиться с помощью инженерки не поставил инженерку но так бараки погодите а что мару летает здесь спрятаться что ли негде ему что он летает зданиями сейчас подожгут все летающие здания и проиграет мару тогда если подожгет хэз ему бараки факторки просто конечно надо делать чтобы барак загорелся желательно просто барак не загорелся все ничья ребятки ничья мы еще две игры точно умеем о приколы у нас летят даже ничью сегодня увидели а ничья прикольно сейчас ребят я буду в перерыве быстрее прикусывать пишу вдруг малафинг куда-нибудь успеем и пока врываться сейчас уберу камеру звук вот я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 вообще. Казалось, здесь все плохо, да нет. Здесь все пока очень даже неплохо у Хеза. Мулы раз, Мулы два, Мулы три. Нет. Сталкер падает. Циклон зато падает. Мариков надо фокусить, Хез свали. Отсюда Хез сваливает. Четыре ЗЛК еще. Адептов надо в тыл завести Мару. Хез тупит. Сейчас стенку Мару сделает. Все, были бы адепт. Сюда залетел. Все, Мару бы стоял бы и ничего сделать бы не могло. Так, добавляется Феникс. Так, там в тылу танк есть. Либератор падает. Танк надо поднимать. Танк поднимает. Хез. Заходит. Феникс под турецкой. Что ты будешь делать-то? Танк надо убить. Хез. Подходи, убивай танк. Танк вплотную почти бьет. Это халявные танки из второго Старкрафта. В первом так близко они вплотную не стреляли вообще ни разу. 48-27. Парабам, ребятки. Но боевого лимита что-то много. А! А где гейты? Хез гейтов добавил уже. 7 гейтов ребятки. Называется эта ситуация. Но где врыв адептами-то? И что Хез боится? Я чуть не понимаю. Иллюзии поперли вперед. Сейчас стенка пока не закрылась. Важно зайти на рампу. Сюда. Хезу. Он заходит. Ну и чего? Где Мариков-то уничтожение? Улетает медиваг. Танчик выходит. Надо покусить рабов сейчас. Телепортирует СФС обратно на второй. Здесь новых два мула. Туречку надо срезать. Строится феникс еще один. Зачем он строится с этим фениксом? Два танкового оружия. И почему до варку у Хеза нету? Так, у адепта поперли. Я чуть не понимаю. Куда Хез пошел-то? Он домой уходит? А, он все. Он макро переходит. Переживаю я за Хеза, ребятки. Сами знаете почему. Пошел Твайлайт. Сканит Мару, видит третий Нексус. Третью ЦС хуже ставит сейчас. Мару не сдается до конца и правильно делает. Если Хез пройдет Мару, я просто не знаю. Тогда, значит, на Тайване теперь делают качественно все невероятно. Получается. Заходит Хез. Заходят адепты. Танки три штуки здесь присутствуют. Надо вылететь из рейнджа Либератор выйти адептами. Что и делает Хез в итоге, теряя всех адептов. Давайте проиграем. Как же Хез нелепо дерется. Как же Хез нелепо дерется. Кстати, здесь бы не Феникс, а одну бы грелку бы Хезу просто построить. Вот сейчас Либератор с танком с этим просто зарешал жестко. Это все от убийства адепта 4-3. У Хеза слишком жесткое преимущество по экономике все равно вот этот врыв был просто провальным. По потерям Хеза больше, чем Мара, причем намного больше. Продолжает он строить Фениксов адепт, но Хез давит уже экономикой здесь фактически. Грэд делается Глефы через 70 секунд 60 там будет. Плюс один делается, пока не будет. Плюс один. Фениксы летают, харасит. Так, ну там можно было по на Фениксов плюс один. Сдается мне заказать Хезу. Все, перестал Фениксов строить. Сталкеры будут. Сталкеров пока нет. Видел, кстати, Хез? А, Хез не видел. Мару даже не видел, где гейт у Хеза находится. Сашка вперед полетела. Адептам, да, надо сместиться в сторону. Как только Мару Цэшку выйдет прикрывать, просто врываться. Выходит Мару Цэшку прикрывать и Хез просто врывается! Как Марикам сейчас могло быть больно? Это же просто жесть. Но им больно так не стало, как могло бы быть. Адепты врываются. Все, Глефы готовы. Плюс один еще, правда, не готов. Грейт. В этот раз уже либераторы не помогут Мару. Сейчас Грейт через 70 секунд будет. Танк здесь атакует. Да и пофиг. Покусни, это либераторы это на пофиг. Ну, все равно ГГ. Мару 1-1. 1-0, точнее, Хез. Он ведет даже сейчас. В прошлой игре ничья была. Ну, сможет ли Хез каждый раз чезами своими Мару удивляться? Это вопрос. Между прочим, вы помните, как Хез Хэппи зашатал на ВСС как-то в прошлом, не таком уж давнем прошлом, я бы сказал. Причем, он перешел потом в макро. Здорово, Пепсик. Здорово, Пепсик. Ждем инвайт. Просто как будет складывается игра, если Хеза не будет преимущества изначально. Звук держи, отпуска. Еще круг. Хеза ВСС Р х Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, 1-0 Ну что, Пепсик, надеюсь, ты надолго здесь? Что успеем мы поглядеть... Вола немножечко элегантного... Кстати, еще полтора часа у нас получается до Старлайна... Так, два сталкера у Хэза... Опять Чиз какой-то хитрый... Посмотрим... Не, ну как бы, если Хэз выиграет Мару, то... Не нечего сказать, Мару сам виноват... Но ты прав, для турнира, конечно, для финальной стадии Мару-то поинтереснее был бы... Но если Хэз будет шатать всех Чизами, как бы, то... Тут ничего не поделаешь, значит... Значит, Хэз молодец просто... Опять Филон, опять Старгейд... И опять Мару все нашел, короче... Во, прикол... Уже с Хэзом проверяется все абсолютно вообще... В общем, Мару дальше поехал проверять, такое ощущение... Ну, факт и лаба... Может, вообще в грелки сыграть? На дейбрейке я любил в воле с грелками пушить, на самом деле... Причем позиции для Старгейта самые разные можно было придумать... Где его впилить... Вот это самая такая интересная была... Но можно было и здесь где-нибудь на третий напилить, например... Танк делать, здесь еще Пилон пошел... То есть Хэз еще и пушить будет сейчас в лоб... Старгейт отменил, смотрите... Ха-ха-ха... Вот это Хэз, вот это... Бичок... Марус палец, здесь гейб... Четыре гейт-пуш просто в тупую, как бы, сейчас от Хэза... Ну, тут бункеры-танки все это отбивают... Я думаю, эту игру Хэзу не втащить будет, скорее всего... Я просто не вижу варианта, как бы, с ним пробивать-то... Только с адептами до Вархом, наверное, я не знаю... С телом надо отменить Хэзу... Привет, ванмен... Открой глаза... И увидишь все тогда, может быть, ты... Так, зелки добавляются... Стенка... И четыре... По четыре марика в каждом бункере сидит... Не, Хэз, ты слишком, короче, наглый, братан... Два раза обещательный такой Мару выиграет... Скукодворы будут идти... Последние вот три вот это... Но... Если Мару выигрывает, игра еще не последняя... Будет еще третья будет решающая... Двигаем... Все-таки Хэз понял, что здесь ничего не вкатывает... Ну, собственно говоря... Либо Хэз что-то придумывает гипероригинальное... Либо он сыграет макро нормально... Либо... Третья игра, конечно, как утает... Она ждет... Я так думаю... Спрыгаю, короче, сам... П operate твой... Проверю на месте... Давай AfD flexible Б 71 Победо Био Сила Био Да, Пепсик, это Daybreak, а это Ваниско, исследовательская станция последняя. О, здесь почва для Чузова большая. Где можно поставить прокси? Давайте сейчас посмотрим. А прокси здесь можно поставить здесь, чуть дальше здесь, прямо под мейном здесь, хитрожопа в центре здесь, за вот здесь вот центром, с этой стороны, на четвертой базе, на третьей базе как бы, вот здесь вот, ну нет, через золото едут, но можно где-нибудь здесь с краешку, можно в наглую на Ксилнаге, короче, вариантов миллион вообще. Пресепт готов! Пресепт готов! Кстати, то, что Reaper у Mara выжевал, это был ключевым моментом вообще. Пресепт готов! Пресепт готов! Ну что, в этот раз гейтгаз Нексус Кибернетчика от Эза, если будет чисто только после Нексуса. Что здесь мигает? Опа! А Хэз ещё более хитрое прокси здесь ставит, смотрите. Ну, Mara полетел уже всё проверять. Старгейт опять, что ли? Похоже на то. Недопроверил здесь Хэз. Недопроверил. Пробка, кстати, на Ксилнагу идёт таким образом, что если Reaper бы здесь постоял немножко, он понял бы, откуда Хэз выходит. Ну, это, наверное, для блинка, я не думаю, что для Дархов вот это вот всё делается. А на этой карте блинк пуш сильно очень решает. Почему? Здесь вот сколько пространства для заблинка. На мэйн ещё и здесь можно. На третьей базе так вообще там с блинком можно чудить. Как же Mara не везёт? Он просто... Смотрите, он как специально мимо пробки сейчас. То есть он свернул, запрыгнул, спрыгнул, пролетел, а Хэз тупо прямо ехал. Всё, нашёл Мару Хэзовский Твайлайт. Здесь пилон пошёл. То, что Твайлайт нашёл... То есть Мару даже не пытается Reaper'ом харасить. Задача Мару найти, что же делает этот Хэз. Потому что он может делать всё, что угодно. Всё, заказан блинк. Здесь надо гейт ставить. Вот он Reaper летает. Либо он так, спрыгивает вниз. Куда ты? Какой тормознутый, а? Какой тормознутый? Я думал, сейчас он прям идеально встанет сюда. Для чего сюда остановить? Если Reaper сюда либо сюда прыгнет, чтобы ты максимально быстро отреагировал, то ты в центре стоял. Не, Хэз стоит вообще ничего не делал. Ну посмотрим. Мару танки. Бункер надо ставить здесь и всё. Ну и Мару прекрасно это понимает. Видит, что Твайлайт работает. Reaper летает наглую, короче, здесь. Верчарж вешай! Хорошо, что вывесил. Вперёд надо лететь сейчас. Рэйвен будет. ПДДшечка сейчас накопится. Возможно, соточка энергии из ПДД. Вообще, сталкер бесполезно. Можно даже два бункера с Хэзом, мне кажется, запилить. Танчик, да, засиджить один с этой стороны, другой здесь засиджить. И всё. Минка на рампе. Всё, ну всё хорошо у Хэза, короче. В чём это полный ОЛН с 5 гейтов получается. Ну, перейти в макро здесь можно только дэмэдж нанеся какой-то вообще хотя бы. Мало-мальский. Ну, кстати, кстати, Хэза сталкеров немало. Я сейчас ещё... Хотя она ещё до варп нет. Просто если резко вблинкнуться, минус один танк, второй, то можно потом уйти сюда попробовать. И ещё умнее, когда пушку слоу-граунда ценой почти что жизни двух талкеров Хэз не придумал делать. Так. Счёт 1 на 1, да. Это четвёртая уже игра. В первой ничья была уникальная такая партия. В этом плане. Четыре игры в бо 3 сыграть. Может быть и больше к 6-м нищу играть ещё больше раз. Нексу ставят хэз третий на четвёртый. Хитрец-то какой, а. Вот что мне нравится в Хэзи, так это постоянный Майангеймс. Он знает, что собирается сделать. То есть он сейчас что делает? Он на чизе Мару ловит, как бы получается... Каким образом он Мару ловит? Он ловит Мару то, что он переобороняется сейчас. Может. Передефится, что называется. Плюс гиты пошли. Четвёртый нексус делает уже. Знаете, у Мару стиль без минок. Всё. Вот реально. Представляете на количество газа хэза. Моё мнение, всё, что сейчас нужно хэзу, это указать чаш, архивы темпларов, сделать сделку архонов и шторм, как бы, в перспективе. И за дефи четыре нексуса. Всё. У него всё будет круто, на самом деле. Ни в коем случае не в адептов с Глепами, мне кажется, надо выходить. Адепты с Глепами здесь уже лишними будут, потому что здесь надо в лоб будет драться. Адепты тоже могут в лоб драться, но на лейт будет лучше работать именно от Вайлайта Архончики. Ещё один проксигейт от хэза. Офигеть, он проксер. Просто проксер. Так, а архивы в темпларах никаких не наблюдается. У хэза сейчас просто четыре нексуса, в две цесахи Мару, Мару только третью строит. С мейна со второй можно рабов перевести вот сюда, побольше, на самом деле. Четыре пробки хэ строят. У него макро-то неплохое стало, да, после хэппи тогда, когда-то он играл с ним. Очень интересный игрок такой стал. Уровень значительно поднялся. То есть это не тупо чист какой-то. Мару сканет, но ситуацию-то все не видит. Вот здесь ещё Нексус один. Вообще прикол, конечно. Где архив... Вот я просто поражаюсь. Тыща газа, сто там, тысяча четыреста. Где архивы темпларов? Где форжи? Хоть одну форжу для грейдов вообще. Так, смотри, четыре четыреста шестнадцать. Ну, боевого Мару чуть больше получается. Будет сейчас. Суд гейтов у хэза, кстати. Мару так и не видит. Четвёртый. У хэза десять гейтов. Десять гейтов. Это уже реально много. Стационарной обороны ровно ноль. Мару боится так, что не дроп... А почему Мару зажался? Почему он не дропнется? Ничего. Один дроп прилетает, минус база сразу. Хотя, учитывая даршайн, можно дарков попытаться варпануть. Ну, хэз почему-то варпит исключительно сталкеров одних вообще. Почему исключительно сталкеры? Чуть понятия не имею. И куда столько пробок поехало вообще сейчас? На мэни. Четыре минерала. Тут и так пробок, да хрена. Он всех переводит зачем-то. Ну, слава богу, оставил хоть часть. Так, да арки, глефы. Какие глефы? Пятый Нексус пошёл. Ну, хз, не знаю. Моё мнение, вот выйди сейчас в Headstorm. Напили на каждой базе по одной-две фотонки. У него ресурсы есть. Создай просто штормовиков, отступи, делай фаржи как бы с робоколосов. Ну, стандартно. И гейтов побольше. Хотя, можно и давить Мару, если гейтов вообще много сделать сейчас. Ну, как в Мару 2-2 будет, если против 0-0, то это всё, печаль. Победитель не будет ни с каким Джагжа играть. Победитель получит квоту. Джагжа уже получил квоту. Так, опять прокси гейты пошли. Выбивает. Кэзу не нужны призмы. Вот, смотрите, урок просто. Как сделать так, чтобы призмы не особо нужны были. Хотя призма в плюс, потому что на неё контролить можно, как блин тоже. Так, Кэз отдаёт несколько сталкеров. Ну, отступает. Надо просто всё-таки по ресурсов у него вообще. Макро просто невероятное. Ну, везде есть гейты, чёрт убери. Везде у него гейты есть. Так, в файлайте доделывается глеф. Сейчас же пока не видим мы. Сканит Мару видит ещё один никс. Всё 4 гейта добавляются. 1-1 грейды заказаны. Так, 3 роба, роба бэй. Блин, как же Хэз Мару запассивил просто своей агрессией. Мару сидит вообще. Это нетипичная для него игра вообще. С этих хэппи он точно так же разводил вот раньше Хэз. С ним просто стрёмно что-либо делать. Если Хэза начнётся продакшн с трёх роботикса в перспективе, это для него будет просто царство. Здесь тоже гейты ставятся. Нахрен Хэзу столько гейтов по карте. Мару ходит, просто убивает. Сталкеров просто 37. Куда тебе 37? Сталкеров то не понимаю я. Колоссов давай по 3 штуки попёрли. Рэнч сразу там всеми бустать просто и всё. Заходит Хэз агрессивно. Блин, вперёд. Как же Депенс дрон решает. Хэз просто всех сталкеров продал. Это катастрофа. Просто мёртвая. Ой, что он делает? Что он делает? Мне больно смотреть, но у него такое макро, что такая экономика, что он сейчас успеет переварпить просто. Боевого лимита. Но надо начинать варпить-то. Нужно бустить колоссов. Нужно начинать варпить сталкеров новых. Иначе Мару сейчас на Аклике убьёт. Да Мару и так походу убьёт. Хэз ничего не варпит вообще. Гейтов просто 14 штук. А нет, 9. Почему 9? Где остальные-то? А вот открылись. 12 гейтов стало. Надо пробок уводить сейчас. Пробок уводит Хэз. Здесь ещё 2 гейта. Надо варпить всё. Нужно колоссов делать новых. 183. Посмотрите, как Хэз 183 отстроился с 30-ти моментально. Здесь всё отдавать, забить вообще. Рейнжа колоссам нету. И без рейнжа драться-то не получится Хэз. Вот в чём прикол. А у Мару есть рейнж либератором? Нету никого рейнжа у него либератора. Ну это шанс тогда, если Хэз сейчас 200 наварпит в принципе. У Хэза макро всё равно лучше, чем у Мару. Прикиньте, просто. Я смотрю и форажу. Так, пошёл на лом. Минус Мазеркор. Сейчас рейнж колоссом будет уничтожен. Роботиксы будут... Чё он бегает за вперёд? Ну ты либо дерёшься, либо насасываешь. Дурачочек ты. Вот на перераскладке надо Мару было ловить. Когда он уже здесь полностью разложен, я смысла в драке не вижу в такой мёртвой. Для Хэза. Сейчас 3-3 ещё, если дождаться, тут вообще провал будет. Хэза решил пойти в размен, но это ГГ. Хэза, короче, ребят. Несмотря на все его ресурсы, он ничего сделать не сможет. Тейрова строится на золоте. Мне кажется, что не сможет. Хотя запас больше пока. Вот если бы рейнж колоссом доделался, ребят, я думаю, что шансы были бы хороши, конечно. Но рейнжа колоссом не доделалось в итоге. Печальные колоссы без рейнжа. Сейчас надо Хэз, наверное, было бы... Так, пошёл замес. Хэз под Либераторами решил, да? Здесь уже адептов у скейт не нажимает, короче. Теряет всех адептов. Просто потери, посмотрите. Восемнадцать шестьсот на три девятьсот! Как умуд... При таких потерях Хэз ещё имеет равную более-менее ситуацию. Это настолько просто Мару... Это называется Мару просто кнопка-нажиматель, блин, школьный. Просто жмёт кнопки, Хэз реально как бы передумал, перевообще монстрил. То есть от него ждут все чизов, а он умудряется вот ещё в такую тему вывести. Не, ну за это Хэзу респект, но тут походу ему уже не втащить. Реально дичь какая-то творится, просто я смотрю и поражаюсь. Что, Мару ловит Хэз на центре? Гэгэ, пишет Хэз. Как можно было проиграть сейчас? Я вообще ХЗ. Ну как? Потому что Хэза нет опыта в макро, а Мару он стабильный игрок. То есть как бы... Не то что опыта в макро нет, у него нет такой механики, такого уровня. То есть по игре он просто Мару вообще передумывал сейчас, ну... Жёстко. Мару сидел, но... Это опыт Мару. Он уверен был в том, что если он выйдет 200, он будет драться вот именно так, как он дрался сейчас. Вот, собственно, и суть этой игры. Делаю стоп-старт, пацаны. Вернусь без задержки. Сейчас я... Я... Продолжение следует...